Более 120 защитников республики похоронены на аллее героев Борисовского кладбища. У могил храбрых солдат склоняют головы и возлагают цветы. Благодарность за мирное небо и тысячи спасенных жизней. Сегодня каждого героя вспоминают поименно. После литии по безвременно ушедшим защитникам к подножию обелиска возлагают цветы. В церемонии принимают участие первые лица республики и города. Они подходят к каждой могиле погибших. Разделяя горечь и боль памятного дня, общаются с родными и обещают сделать все возможное для того, чтобы сохранить мир на Приднестровской земле. Траурные мероприятия состоялись и у часовни по улице Ечиным. Здесь вспоминали первых жертв бендерской трагедии. 1 апреля 1992 года под огонь кишиневских агрессоров попали автопатруль ГАИ, автобус с мирными жителями, гвардейцы. К плитам с именами павших ложатся живые цветы. Звучит оружейный салют. Три одиночных автоматных выстрела – знак воинской почести и отваги. Парадные расчеты правоохранителей настоящих и будущих прошли торжественным маршем. Это еще одна традиция чести и славы павшим героям. Еще одна точка возложения – мемориал над Держинского. Далее сотрудники и ветераны органов внутренних дел почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. За период боевых действий 1992 года погибли 6 сотрудников бендерской милиции. 48 милиционеров получили ранения, 12 из них тяжелые. Здесь многие знали их лично. 19 июня – день, который вновь и вновь возвращает нашу память к событиям, произошедшим здесь 30 лет назад. Сотни погибших, раненых, тысячи беженцев, разрушенная инфраструктура города, жилые дома, предприятия – все это то, что оставила нам война. 19 июня 1992 года в районе бендерской типографии состоялся бой, в результате которого бендерский отдел внутренних дел был поднят по тревоге. И с этого момента мы можем говорить о том, что полноценно сформирован боевой отряд сотрудников милиции. Приднестровские милиционеры испытали всю тяжесть военных действий на своих плечах. Свои обязанности исполняли добросовестно и с честью. Охраняли особо важные объекты. В последующем контролировали введенный комендантский час. Пусть со страшной поры прошло уже три десятилетия. Память о тех, кто отстоял мир и право жить свободно, жива и ныне.